всем привет дамы и господа и продолжаем мы проходить bell raid значится в прошлой серии мы остановились на том что у нас вот это вот первое задание деревня в беде надо принести старейшине деревне три маленьких ловушки и одну шкуру я так понимаю в ловушке будут ловиться кролики кролика мы уже кажется одного поймали вот у меня где-то в сундучке должна быть шкурка да даже уже 2 так у нас здесь что имеется стол костер я уже немножечко подзабыл хижина и мы наняли одного человечка построили лагерь собирателей этот человечек этот охотник он сейчас спит потому что на дворе ночь проснется он через 15 минут надо построить ловушки надо идти по квестам так управлять верстак я думаю ловушки меня будет строить наш герой новый пусть он не страдает ерундой а пусть работает так простой верстак а он еще не изучил до склад половильня да нет мы изучили если я правильно понял ну да здесь нет кстати надо будет изучить коптильню я думаю это очень понадобится потому что скоро уже должна быть зима вот он и пороснулся проснулся замечательно изготовить вот она маленькая ловушка на нее надо 5 древесины так значит мне надо 15 древесины в общем сейчас ее быстренько набираю чтобы не тратить эфирное время и вон у нас кстати попался еще один кроль замечательно давайте его сейчас возьму так грибочки мы пособираем грибочки мы зажарим это у нас будет еда камень тоже пригодится кстати я заметил что если складывать грибы в одну стопку я бревна не сложил сейчас момент на вот это вот момент очень важный так как всем надо есть и наши работники тоже нуждаются в еде так лагерный сундук у нас почти заполнен давай сделаем еще один час час секунду секунду у нас тут проблемы есть которые мы сейчас вот так вот решим с местом добавить строительный материал это у нас древесина 4 и лен да так вот как мы видим вот у нас здесь еда например грибы и мясо со временем она портится лен мне понадобится так вот если в еде будет стак одной и той же еды большой то будет портиться только 11 вот например грибок сейчас портится у меня один и один кусок мяса те два гриба которые как бы под ним лежат они не портятся поэтому чем больше у нас одинаковой еды находится тем собственно лучше тем дольше она у нас проживет тем дольше она не будет исчерпываться так значит сразу чтобы он тут не страдал ерундой работал нам понадобится склад потому что сундуков уже не хватает уже очень мало вот здесь вот я думаю прям вот тут вот мы его и поставим я туда сложу два бревна свои который нашел ли он у меня все надо собирать а я пойду таки за кроликом кролик кролик а это заменить сломанную ловушку и остатки собрать остатки собрать заменить сломанная вот она у меня сломалась и я еще выяснил одну интересную вещицу нажимаем на меню постройки разобрать разбираемые отключаем меню постройки и вот у нас маленькая ловушка она совершенно 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 не сломанная основа собралась в целую не знаю это не досмотр разработчиков или так и должно это работать но пользуйтесь пока это возможно во всяком случае мне кажется это так работать не должно хватит махать топором нам надо строить ловушки сейчас я займусь поиском дерева этот момент я подрежу потому что может это выяснится что будет долго так а наш пока человек будет все тут строить хорош махать убери топор построить часть вот у меня готов лагерный сундук здесь у меня будет исключительно продовольствие так вот открыть и туда грибы пусть он их тоже жарит пока мясо вот жарит вот это вот кстати еда ну ладно пока побегаю с этой едой все я ухожу я ухожу строится собирать скоро присоединюсь самого все я тут нарубил уже целую кучу древесины рубил маленькие деревья после них не остаются пеньки наверное еще вырастут и новые деревья на этом месте хотя они скорее всего будут расти довольно длительное время но вот такой вот молодняк я не вырубал не вырывал пусть растут пень можно будет тоже потом выкопать так мне нужны палки во первых чтобы костер у нас жарился вот так вот гриб я туда сразу положу на полную и пусть мой дорогой друг там работает а я пока поставлю что-нибудь на улучшение улучшением не нужно коптильня все у меня для нее есть пусть он улучшает а я пока самостоятельно изготовлю три маленьких ловушки вот так вот все ловушки у меня сделаны и вот сюда я сразу же наверное положу ему 5 этого сейчас 5 камней закину 1 2 3 4 5 и 1 2 3 4 5 до чтобы он быстренько это все изучал чем быстрее так маму не вот это надо да раз 2 3 4 5 и вот это раз 2 3 4 5 все он может приступать к изучению у меня еще остались свободные палки я их вложу вот сюда хватило останется ему еще два бревна добыть но я наверное сам их добуду потом потом потому что он кажется без приказа какого-то не будет добывать деревья так старую монету я тоже забираю чтобы не не захламлять хранилище свое старые монеты я сейчас объясню зачем нужны они не используются в торговле это исключительно для повышения репутации в населении то есть вот я сейчас побегу в деревеньку ту начальную я буду улучшать с помощью монет репутацию они продаются старейшине и немножечко повышают вот этот значок сейчас я забегу в деревню и мы это увидим какая у меня репутация на данный момент и в зависимости от репутации можно будет нанимать лучше и лучше людей которые в ней проживают то есть не каждый согласится со мной сейчас жить там чем более прокачанный персонаж деревне тем он больше требует вот этого репутации то есть вот я щас в хэрндоне он оккупирован и у меня нулевая репутация нужно 100 до 1 какого-то вот как это назвать уровня репутации да сейчас я сдам квест я шкурку то взял надеюсь что взял до шкурку взял ловушки взял сейчас я сдам квест у меня должна подняться репутация и соответственно я должен перейти на новый уровень разблокирована коптильни и мы обязательно построим наверное ее надо строить в первую очередь потому что опять же скоро зима сейчас опять объясню для чего почему и как вот только сдам ему квест поговорить да с оружием он не хочет разговаривать и давай поговорим ты вернулся удалось его убедить вот твой мех не спрашивай как я его добыл мы в расчете это хорошо действительно впечатляет сожалению это еще не конец мне нужно еще кое-что от тебя видишь ли у нас проблема с волками кто-то должен позаботиться о них ты с ума сошел охотиться на кроликов это одно но не сражаться с волками ты показал мне что ты верен своему слову но мне нужно больше чтобы доверять тебе хорошо я принесу тебе волчьи шкуры в качестве трофея доверие 50 повысилась то есть вот у меня 50 теперь из 100 это продать сразу продать а я пока даже не могу потому что он со мной не торгует прощайте тогда потом продадим вот это я все изучаю возможно мне будут открываться потом новые задания у жителей пока как мы видим ко мне полное недоверие вот если открыть карту то ни одного квеста вокруг деревни у меня нет зато у меня есть вот цель задания где волчья стая окей мне сейчас надо на готовить еды какой-нибудь который дает мне стамину и здоровье кстати я не получаю урона при падении с высоты тоже это подметил так 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 но сейчас добегу до своей деревне и там уже порешаем что и как все я добежал здесь у меня уже готовые жареные грибы пока он еще не успел их собрать и он мне ничего пока не построил потому что потому что что потому что он не собрал бревна сейчас мы ему в этом поможем открыть хранилище вот нужно 10 грибов кстати один я заточу ягодки тоже немножко пособирал хранилище место закончилась наверно пока здесь сделаю так что я сделаю я во первых сделаю вот это на еду это пока я ставлю только на ресурсы он сам все переложит ну ладно немножечко поможем ему и вот как я говорил кусок мяса один у меня был поврежденный второй нет потому что второй лежал в стаке так это у меня шкафчик с едой это у меня будет шкафчик с ресурсами план давай поможем а то пока он тут ходит миллион лет пройдет на самом деле вот это так семена льна мне пригодятся это мне пригодится еду я отсюда заберу конопелька вот это все сюда остальное пока в свой сундук сложу вот эти вот энписи шки они не могут взаимодействовать с моим сундуком это так сказать мое личное неприкосновенные так ну что ж я немножечко подпитался думаю самое время мне бежать по квесту пока еще действует еда я как раз подкились так что я побежал наверное что тут далеко нет посмотрю кстати карта довольно ну далеко довольно ну ладно давайте пробежимся я не думаю что я прям буду очень долго бегать кстати конопля рядом со мной растет это хорошо конопля мне понадобится я думаю не в маленьком количестве пока всего так сумбурно довольно рассказываю но я думаю прям сильно останавливаться на чем-то не буду главное вон кстати я вижу вот эти зеленые это медь тоже очень хорошо что она находится рядом со мной а вот и волки так убейте волков я думаю они меня сильно кстати покусают мне из топор давайте глянем что они меня из себя представляют топор 20 это 18 но скорость 100 длина 56 скорость 85 длина 50 то есть дубиной вроде как и выгоднее драться до дубиной вроде как и выгоднее получается да наверное надо было своего друга взять с собой он все равно там нифига не делает ну я попробую я попробую если что вот он на меня согрелся будем его по одному выманивать так здесь боевка сразу вижу как маунтин блэйд прям один в один верхний удар получил по горбу папа не попал 2 еще сбоку папа есть 1 вольну и это у меня шкурка и большой кусок сырого мяса то есть просто кусок наверное хух я немножечко даже напрягся честно говоря он меня половину лица откусил да ну конечно боевка я вот еще ни разу не проверял я честно говоря она точно как в маунтин блэйд удар с этой стороны удар с этой стороны удар сверху нижнего удара нету видимо это зависит от оружия которое у меня у меня самое первое самое начальное самое простое как бы ускорить процесс моей регенерации но кстати средний кусок сырого мяса он мне должен дать прям намного больше хпшки чем жареный вот этот маленький кусочек как же долго восстанавливается хп я просто боюсь туда подходить они там два очень близко если они сагрятся одновременно то я тут даже сделать ничего не смогу а если я боюсь отбегу то они могут просто респануться я получается зря так чё найти волков которые отравляют убей двух надо мне всего двух убить но я попробую я попробую убить даже трех вон они лежат отдыхают собаки хотя они есть собаки так то они кстати меня не видят то есть они агрятся исключительно заметив вот они что-то услышали да надо перед глазами у них шасты то есть тут есть какой-то навыки на стелс да получится ну то есть не по 11 точно меня заметил отхожу как будто бы нет да он что-то почуял но меня он не увидел да то есть у них есть зона видимости причем они должны именно увидеть чтобы сагрится это на самом деле круто обычно агр происходит в какой-то такой зоне то есть вот подходишь на определенное расстояние неважно со спины с лица или там вот это вот все и они на тебя агрица здесь происходит как-то вот так вот иначе вот он меня в упор не видит все он меня увидел отстань отстань он не щас за задницу укусит так по башке по башке просто забью по башке хорош и звук вот это боевка мне нравится я наверное миллион часов наиграл в mountain blade я очень хорошо знаю эту систему поэтому здесь мне достаточно легко с этим управиться так а знаете какая там была еще фишка там была фишка что невозможно было с длинным оружием заметил атаковать если там низкие потолки или узкие пространства кстати нет он меня не увидел вот есть ли у меня проблемы у меня стало еще меньше хп вот тут мне ошибаться уже нельзя и съесть мне нечего ну окей погнали так по башке старым приемом просто забили не успел среагировать все я победил я победил всех трех поздравьте меня и медную руду тоже соберу пригодится рано или поздно пригодится да без еды выходить на подобные вылазки это прямо очень опасно полк тоже соберу вот мне сейчас трудом буквально ее хватило на бой а это как бы волки самые слабые я так понимаю из мобов которые существуют в игре в этой начальные камень поэтому я достаточно легко управился при этом имея опыт уже в подобных боевках да поэтому надо запасаться хорошей пищей всегда с собой иметь провиант ну а я же отправляюсь в свою деревеньку меня инвентарь забит ценным ничего менять на это не буду так что даже не буду останавливаться а вон кроль бегает я уже подбегаю к своему лагерю мой дорогой друг уже здесь а тут какая-то пылевая буря или что-то типа того очень пыльно вокруг неприятно так дружище до сих пор мне не построил крыть хранилище вот здесь у меня еда ты мне до сих пор не построил склад а мне он нужен что же ты ничего не делаешь 45 мне надо 9 получается слотов на бревно 48 49 50 у меня есть эти слоты сейчас я быстро он олень но я пробовал охотиться на оленя это какая-то вообще анреал они паре любом раскладе просто от тебя убегают на бешеной скорости я даже не уверен что из лука на какой-то начальной стадии получится его убить даже выстрелом голову но мы это все попробуем я для своего друга буду делать лук у него по лучникам вроде как имеется прокачка поэтому она наверное будет эффективнее меня стрелять так а скоро зима кстати да я же забыл я периодически вспоминаю но сразу же забываю мне надо я так понимаю как-то к ней готовится что-то делать теплое поэтому я наверное буду даже так мне и сюда не сюда даже по ночам я буду трудиться мой друг будет отдыхать а я трудиться просто потому что это необходимо для выживания вот мое бревно так сейчас у меня будет склад замечательно бревно так я сам его построю а то я это сделаю в несколько раз быстрее как пор убрать что ты им размахался да вот я немножечко не понимаю зачем сделана такая система постройки но вроде я с ней быстро справляюсь наверно чтобы нпс шки слишком быстро не строились а им требовалось время здесь у меня продовольственные пайки не будут лежать здесь у меня будут исключительно рез и вот так так следи за мясом готова иди за мясом говорю это я переключаю на продовольственные здесь меня тоже будут они а вот это все я сейчас быстро перетащу на склад и уже стемнело видимо в деревню идти смысла нет кстати на складе 400 слотов это очень хорошо сейчас буквально через пару часов все уже завалится спать а я наверно ночь проведу в сборе грибов возможно сделаю еще несколько ловушек для зайцев в общем буду готовиться к зиме запасаться продовольствием и мне бы хотелось потом если будет возможно нанять еще одного жителя так как я чувствую что вдвоем с этим против набегов мы не справимся так знаешь что давай ты меня пока быстренько изучишь что я могу лагерь охотник поружейная стойка ткацкий станок у меня нету тростника да ладно ткацкий станок но это бы было неплохо кстати так короче давай плавильня плавильня у меня есть здорово давай плавильню ты изучи разбойник это охранник деревеньки так отсюда я все забрал здесь меня будут лежать еда здесь у меня уже лежит и да вот кстати большой кусок мяса да он прям хорошо увеличил мне прирост и вот так вот я пока буду выглядеть этот уже я так понял да он уже спит а я наверное пока нарублю парочку деревьев сделаю еще ловушек и пособираю грибов увидимся утром а я пока займусь вот этой вот рутиной да получается да вот уже практически шесть часов я тут опять возвращаюсь с добычей я в основном рубил ветки рубил бревна собирал лен пару раз облутал ловушечку кстати новых я пока так и не сделал что-то было не до них вот я насобирал аж 60 веток немножечко льна этот кусочек мяса еще не жарил потому что сейчас я буду делать коптильню 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 я поставлю вот здесь же да так это у нас режим строительства коптильня требуется дрова для поддержания огня ресурсы а болеем веревок то у меня нету оловянных слитков то у меня нету коптильню мы делать не будем так он сейчас делает хорошо он построил вот это да на это все у меня были у меня просто ресурс еще вот здесь надо их кстати переложить на склад так 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 вот это вот все кроме монетки два слитка мне понадобятся для изучения плавильни и сейчас я тебе принесу еще один камень сейчас я тебе камень принесу камней у меня мало вот в чем проблемка тогда наверное наверное я не буду ждать я сразу же положу маленький кусочек мяса чтобы он жарился это держи камень доделывать плавильню мне она будет нужна очень сильно так новый день настал хорошо факел можно убрать и кстати пока я бегал я вот в том направлении где как раз дымок примерно плюс-минус вот чуть-чуть левее увидел большую территорию свободную любомир прокачал исследование до второго уровня так мне нужен 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 что мне нужен то оружейный стойка ткацкий станок мне нужен потому что наверное на нем да сейчас посмотрю древо технологий это у меня открыто склад так вот это у меня ограничение деревенский зал вот тонкая линия до деревенского зала мне еще далеко где ткацкий станок что он мне даст так ткацкий ткацкий вот ткацкий станок да он мне открывает вот как раз к веревке так что мне он нужен управление ткацкий станок лен 10 древесина 8 и речной тростник так я вас понял я сейчас не буду даже наверно относить шкуры старейшине я побегу искать вот этот самый тростник я там видел как уже говорил большую территорию возможно там есть какое-то озеро так это вот кнопка просто она одновременно открывает все вкладки и последняя она раскрывается к это ягодку я ем так что мне надо будет с собой мне топор наверное не надо держит топор может пригодиться мне нужна еда палки я пока добывать не буду я пойду так здесь мне ничего не надо мне нужна с собой еда из еды я с собой возьму гриб так гриб он в первую очередь у меня закончится кусок мяса у меня стоит большой тут маленький и сгнившая еда ягоды я по пути найду все погнали я на самом деле до вечера мне бы неплохо было бы обернуться и вот вот как-то туда к старейшине попасть ладно на стычке пока не буду нарываться если получится сражаться с разбойниками мне пока не хочется так что тут есть в округе на перекрестке я вижу какая-то шалфей шалфей а это уже смотри это уже новая территория центральный перекресток и она двумя желтыми обозначена то есть наверное здесь уже тир выше тир территории то есть должны быть сильнее враги дороже ресурсы кстати я вижу ресурс что это у нас оловянная руда оловянную руду я возьму которую можно взять может там для изучения что-то мне понадобится но я шел не за этим но это правда тоже хорошо кролики я смотрю камни или что это тоже руда о олени ну кстати тоже неплохая территория но я пока боюсь на нее лезть пока я не сильно-то обучен грязь копать я мало развит поэтому вон кстати озеро поэтому я сюда не сунусь наверное здесь меня навтыкают за милую душу о человек и вроде даже дружелюбный тетенька здорово тетя хельга хельга рыбак так ну где родилась ты мне не очень интересно что ты продаешь рыбу мне 59 но я пока покупать не буду у меня есть в принципе грибы и кое-какое мясо а вот мне кажется и тростники да да вот они речные тростники сейчас я их наберу целые карманы это мне надо и главное что мой сборщик до сюда не дотягивается мне придется самостоятельно к нему бегать личной вон кстати на карте появился противник и отметилась хижина которую я нашел палку тоже возьму противник я к нему пока подходить не буду поиск сколько тут много его наверное это неспроста инвентарь полон болеем давай я заменю грипп и палку все-таки выкину возьму лучше парочку лишних тростников все да все погнали обратно я даже не буду вам этот момент показывать кстати тут живности сколько тут охотиться наверное можно за милую душу птички летают он там что-то кружатся видимо тоже какое-то место интересные кролики один на одного бегают толпами просто кстати здоровые а я его так не догоню может догоню иди сюда кролик иди сюда не мне стамины не хватит мне банально не стамины шустрый зараза такая ладно я тебя еще поймаю я за тобой вернусь все в лагерь я буквально за минуту наверное добежал до лагеря даже меньше все тут рядом все тут близко и мне поймал сейчас его заберу посмотрим что тут делает мой напарничек чё-то он там ходит бродит ничем он не занимается ровным счетом кстати какие-то от него не знаю тут это специально сделано или это все-таки подгрузка идет такая немножечко не оптимизированная наверное подгрузка хотя может и на отдалении вот видишь она вот так вот как расплывается хотя вроде я видел в настройках что там есть какое-то размытие и это я все ставлю изучай ты же мне не изучил да да три тростника у тебя ты куда попер а вот все он одумался он пошел изучать далее заменить ловушку и наверное я побегу старейшине сдавать квест ловушка у меня там так ловушка гриб сразу взять гриб поставить останки а вот заменить опять час не проблема совершенно не проблема где у меня режим строительства вот разобрать разобрать и из инвентаря это уже поставить в том же месте кстати на ловиться на одном и том же месте животные будут не до бесконечности у них есть какой-никакой уровень интеллекта инстинкт самосохранения в действии они уходят из тех мест где часто умирают по моему вот с последним обновлением даже вроде как она сегодня было момент этот исправили потому что раньше они просто уходили и с концами на этом а теперь они уходят но какое-то время они там не появляются а потом опять сумка сумка дорого а потом опять возвращаются так медная руда это на котелок что мне надо на костер так не костер а где это коптильня костер с котлом стоп всего появилась грубая рубашка прочная где коптильня той лагерь старатели деревенский зал а я ее изучил умею не построить так подожди тогда скацкий станок пока отключаю что нужно мне на постройку коптильня я забыл три веревки и 1 оловянная так значит я своему товарищу блин мне придется ставить и то и то так пусть он пока изучает мне знаете что броню нет он ее не изучит штаны он мне не изучит грубую рубаху мне не изучит сумку мне не изучит замечательно у меня все упирается все у меня упирается в недостаток ресурсов тогда ты пока ничего не изучаешь маги старатель забор это мне ничего не надо ты у меня строишь ты у меня построишь наверно рядом с кладом со складом вот здесь вот чтобы было недалеко ходить тебе потому что ты мне сам все это будешь делать и ковырять половине половине 15 камней хорошо половине будет здесь и потом еще сразу же ткацкий станок 13 а у меня есть только тростника то вот наверно ткацкий станок у меня будет где-нибудь ну давай вот здесь вот ткацкий станок поставлю так вот он будет стоять ткацкий станок трудится ладно не будем мешать погнали да мне хватит погнали погнали факел мне щас не понадобится мне возможно понадобится топор возьму рабочую любая мира развился мне понадобится две шкурки по квесту 3 в инвентаре ага так мясо мясо соберешь сам гриб с собой я возьму гриб беру все погнали в деревню не опять же ни на что не отвлекаюсь просто бегу вон он пошел куда-то за камнями что ли что-то собирает дакца камнями кстати чтобы он не скучал я ему сейчас сразу же прикажу в лагере собирателей чтобы он мне так чтобы он не собрал чего чтобы он не камней собрал штучек 20 до чтоб весело и задорно проводил время а я пока к деревне нет уже по деревне бегу коровки мычат кошечки ходят мой друг собирает ко мне все как и должно быть все хорошо я очень рад на самом деле что построился близко к деревне с одной стороны это плюс то что не надо долго бежать с другой стороны это минус то что нету нормальных ресурсов за всем придется бегать так все давай по поводу волков ты снова вернулся неужели ты не но он хотел чтобы я просто помер и типа не мешался под ногами не ожидал что я вернусь нет нет конечно нет я ценю вашу работу могу ли я теперь продолжить расследование да полагаю ты можешь хотя я могу сомниться в твоем психическом состоянии если ты возьмешься за этих волков ты показал что типа я достоин да действительно ты похоже представляешь опасность скорее для себя отлично я приступаю завоёвано доверие 150 и репутации у меня плюс соточка теперь я соратник в этой деревне так а вот я кстати могу и кое-что особенное для него подарить продать точнее вот здесь вот можно нажать продать и волчьи клыки кстати тоже считаются как редкость и старая монета вот такое вот дело но я ее с собой не взял потом ладно накоплю побольше тогда покажу и квесты все персонажи отмечены и вот такими вот разговорными штучками доступный квест обозначают вот это желтенько это я так понимаю сюжетный квест основной а вот такие вот черненькие это второстепенные для получения репутации уровня и тому подобное погнали вот к этой мадами она у нас основная так как поживает наш новый хэр дринец есть ли какие-нибудь успехи в твоих поисках я думаю что мне делать дальше есть идеи я полагаю что ты собираешься какое-то время остаться в низменностях поэтому я не успел прочитать в общем следующие шаги если это имеет для тебя значение найми нескольких человек и построить более полезные сооружения ты же не хочешь продолжать свой путь в неуютные лачуги что делать после того как я наберу людей старейшины патста проблемы с разбойниками это возможность познакомиться с некоторыми жителями деревни и завоевать их доверие может заработать немного денег даже если ты не найдешь там ответов хотя бы заработаешь немного денег на свои поиски и и ради богов будь осторожен никогда когда будешь хвастаться этой печатью понятно спасибо за совет я видимо уже могу кого-то нанять у тебя есть чепчик а у вас у всех чепчики но мне надо женщины женщина нужно нужно мне чтобы делать работу они вот это вот все так она как ты нищенкой выглядит дайте мне какую-нибудь это бомж вообще она явно не прокачаны вот этот мужик прокачан погоди эксперт а это кстати квест давайте возьмем квестов а нет у него нет квестов и я его поговорю это с собой пригласить не могу так у тебя квест приветствую могу чем не помочь моя жена благослови сердце закрылась одна из новых а а зарылась в одну из новых книг который принес оскар она верит что наше лекарство моей памяти пригодилась бы помощь в сборе трав это я могу конечно я с радостью помогу хороший малый вот список они растут возле старого колодца за деревней за деревня а это недалеко кстати давай вот отслеживать квест конопля шелфей лен давай быстро просто по квесту сгоняем этому так карта доступный квест это человек на самом деле не то чтобы понятно что из этого крест ну наверное вот это потому что он не двигается вот как бы было бы лучше на самом деле если бы люди немножечко отличались обзначками от квестовых каких-то мест где колодец погоди это квест торговца в смысле это не крест это не то это озеро блин мне походу самому придется искать травы ну ладно мне проще я знаю где растет и лен и шалфей и конопля тоже знаю они здесь неподалеку я просто сгоняю туда сейчас я быстро их наберу я думаю сегодня серия будет видимо немножечко длиннее к тому же я думал там волк я думаю вообще поплотнее займусь этой игрой так как короткие серии по ней не получаются то будем возможно она будет выходить немножечко чаще остальных вот кстати она этот я не могу собрать немножечко чаще остальных так у меня вот конопля и тут кстати и шалфей мне туда ну да есть небольшие размытия текстурок это наверное можно отключить по моему я их не отключал в настройках но в принципе это даже добавляет какого-то такого реализма что ли да но не то чтобы реализма но красоты так два этих два этих он там опять маленький кусочек мяса то ли пожарил то ли съел и коноплю я наверно соберу всю что найду она мне тоже понадобится и у меня кончилась еда так мне надо найти либо гриб какой-то чтобы хотя бы им камень не надо камни у меня собирает этот дурачок лен заберу вроде все да но в принципе а вот еще все на квест я собрал шалфей возьму лен возьму погнали обратно погнали сдадим сразу квест еще накинем репутации и возможно выберем какого-нибудь нам соратника чем больше у нас будет соратников тем быстрее будут выполняться задачи тем больше они будут прокачиваться тем сильнее мы станем потому что как ни крути все равно наше поселение надо будет развивать она будет становиться заметней и набеги будут все чаще и все сильнее что меня не радует да но игра прям меня затянуло не знаю как вам мне она прям доставляет невозможно оторваться даже так 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 это что это я не могу собрать и же наверно пшеница ну в деревне я все равно не смогу ее собрать да это вроде и не она так где тут ты это торговец а вот и идешь иди сюда скорее мне нужно работ по поводу трав вы их нашли я собрал все травы которые ты перечислил надеюсь они помогут блестяще можно сразу приступить к лечению возьмите за это за ваши хлопоты давай что земледелие либо сборы урожая я думаю земледелие возьму плюс доверие 150 и вот монета я сейчас покажу сразу что делает монета вот ты у нас старейшина давай поговорим привет не то нажал вот хочу у меня есть кое-что особенное для вас так вот который я нашел вот монета продать а по и завоёвано доверие плюс 30 мы немножечко про ткачали доверие до следующего этапа у нас остается получается 220 очков в принципе это выполнить пару заданий но сегодня скорее всего я особо то ничего не смогу ты мне даже задание еще это забавно почему это так смешно никто не думал что действительно сделаешь это тем более старейшина просто пытался избавиться от тебя только за это я с радостью тебе помогу но сначала мне кое-что нужно взамен естественно вы собираетесь помочь мне убить лорда низменностей ничего себе всего какое-то убить всего лишь лорда подожди ты серьезно нет я просто хотел посмотреть как ты отреагируешь ну понятно если ты действительно хочешь помочь давай начнем с людей кэрдри на находится в тяжелом положении и там много людей нуждающихся в помощи старейшины либо перегружены работы либо некомпетентны отлично я сделаю все с чего начать теперь есть свобода разговаривать с людьми и тебе повезло давай выясним кому нужна помощь она она типа говорит что надо бы помочь побольше людям чтобы заслужить доверие кажется у тебя проблемы со старейшиной так эрдрин как все внизменности переживают трудные времена мы голодаем нас облагают налогами и все же наш старейшина не делает достаточно чтобы все исправить он не хочет никому наступать на ноги я единственный кто здесь ставит под сомнение его бездействия так что да мы часто сталкиваемся лбами вот почему нам приходится работать за его спиной лорд эшборн кто это пока не будем пока не будем уже темнеет кто-то был из моих близких убит я считаю что это приказ но вроде ей можно доверять ей можно сказать о строительство ткацкий станок завершено кстати ну давай расскажем кто и ясно но я надеюсь мы сможем помочь друг другу а теперь давайте приступим к работе согласен что-нибудь еще вот я могу тебе как-нибудь помочь о том как можем выставить бригад дураками не разработала план который сведет их с ума если ты заинтересован конечно я слушаю грабители опасны поэтому потому что они хорошо организованы и доверяют друг другу так что я думаю что мы должны уничтожить это доверие я взял одного из них ценные жетоны я знаю где они хранят свой тайник где прячут награбленные от своих лидеров положить туда жетон и пусть полетят обвинения считая в деле отслеживать квест положил украденный предмет в тайник украденного предмета нет зато есть книги по земледелию я наверное сразу начну их изучать вот земледелие порога чаем сбор у меня уже прокачался и приготовление пищи прокачалась плюс 20 приготовления плюс 6 дополнительного урожая и вот я читаю книгу в инвентаре у меня осталось она одна еда у меня еще меньше осталось ладно раз уж я в деревеньке тут давайте с этим пока на сегодня закончим и всем спасибо за просмотр увидимся в следующей серии пишите играете ли вы в эту игру насколько далеко прошли и всем пока пока увидимся